Как стать лучшей школой Подмосковья? Секрет успеха раскрыт на встрече руководителей директоров образовательных организаций в СОЖ номер 15, где с визитом коллега из Долгопрудного. Нина Маринина возглавляет физико-математический лицей номер 5, два года подряд занимающий первое место в рейтинге школ региона. Лидерство позволяет удерживать прежде всего победы учеников на Олимпиадах и результаты ЕГЭ. Но дело не только в образовательном процессе делится гостья. В лицее трепетно берегут традиции и, по всей видимости, знают толк в командной работе. Я хочу, чтобы была отдача от людей, чтобы человек сам понимал, что ему это надо. То есть я пытаюсь достучаться до человека. То есть если этого не будет, если не будет этого понимания и стремления это сделать, никто не будет, никаких денег не хватит просто на это. То есть мы просто работаем, у меня была цель отработать в единый, чтобы команда работала, и чтобы мы не упустили, чтобы мы это сохранили. Но чтобы сохранить, надо примножать. Это такая, мне кажется, дружеская встреча коллег, где наши директора смогут задать вопросы директору, который достиг вместе со своей командой, вместе со своим коллективом таких высоких результатов. Это передача опыта и, возможно, это взаимная передача опыта, потому что наши директора также могут занять лидирующее положение, занимают в рейтинге школ Московской области. Например, гостеприимная школа номер 15. Флагманская образовательная организация не первый год входит в число лучших не только в Подмосковье, но и в стране. Так что здесь советы и опыт коллег из Долгопрудного должны быть особенно востребованы. О результатах станет известно, как и всегда, в начале нового учебного года в рамках августовской педагогической конференции.